МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зеленый стандарт – это, конечно, сюрприз, потому что этого еще нет. Но я думаю, что это в первую очередь экология, это в первую очередь забота о жителях, и, кроме того, это удобство. Как я поняла, что это применение экотехнологий в доме. То есть в основном направленных на энергосбережение, энергоэффективность. Смысл в том, что люди пользуются электроэнергией, водой, различными благами, и платят за это меньше, чем в обычных пятиэтажках, десятиэтажках, хрущевках, как это принято. Потому что используются современные технологии, начиная от солнечных панелей, заканчивая системами очистки воды и оптимизации всех электрических сетей. Для меня в первую очередь важно, чтобы дом был экологичен, чтобы дом был безопасен, чтобы детей, соответственно, можно было спокойно отпустить погулять и не переживать, что с ними что-то может произойти. Что мне понравилось, что в концепции дома представлено полное видеонаблюдение за двором. То есть можно будет в любой точке двора их увидеть. Но, к сожалению, привет не передашь, но тем не менее будешь спокоен. Это наличие зоны отдыха общей на крыше, где можно будет всем задружиться, проводить веселое время, отдыхать и коротать вечера. Наверное, для меня этот дом – это некая сфера безопасности, где я знаю, кто мой сосед, я знаю, кто живет в том подъезде, кто живет на этом этаже. Я знаю, что мой ребенок, выходя на улицу гулять, он будет в безопасности. Подземная парковка – это, естественно, плюс. Я даже не представляю, насколько это комфортно, потому что практики у меня такой не было. Когда ты с покупками приезжаешь, поднимаешься сразу в квартиру, это, наверное, мечта каждого. Он очень необычный. Начиная от вот этих технологий, заканчивая крышей, которая эксплуатируемая, где будет зона отдыха. Да, это необычные узкие подъезды, это холлы светлые, привлекательные. Это возможность людям встречать своих друзей не только в квартире, но и в лаунж-зоне, которая будет расположена в доме. Также это дом без парковок во дворе. То есть это полностью зеленая зона, где могут люди встречаться, где могут дети играть и будут под контролем видеокамеры прямо с квартиры. То, что сделала компания, наши партнеры, они сделали очень замечательный ролик про этот дом. Они взяли квадрокоптер и, посмотрев этот ролик, люди могут увидеть, какой вид будет из окон будущего построенного дома. Это на самом деле круто. Кроме того, есть очень хороший шоурум, в котором можно посмотреть планировку, посмотреть, как будет выглядеть стоянка и принять для себя взвешенные решения. Это не просто какие-то чертежи, это реально макет будущего дома. Можешь ли нам обещать от лица этой компании, что когда дом будет сдан, все будет идеально? На самом деле у меня просто есть гарант в этом плане. Это контракт со Сбербанком на проектное финансирование нашего дома. То есть это не долевое строительство, когда, как обычная история, не хватает денег и дом встает посреди строительства. Тут деньги есть, пожалуйста, стройте. И поэтому все чисто прозрачно, все работаем по проекту и ждем новых соседей. Будем жить в этом доме. Почему? Ну потому что это наш дом, мы его строим в том числе для себя. Для себя и для своих друзей. Ребята, давайте будем соседями. Добавляйся в друзья. Давайте будем соседями. Добавляйтесь в друзья. Добавляйтесь в друзья.